Год культуры в регионе обещает быть насыщенным фестивалями, выставками и концертами. Об этом рассказали ньюсмейкеры на пресс-конференции в Интерфаксе. В этом году не обойдется без фестиваля «Зеркало». Его открытие намечено на 10 июня и традиционный льняной палитры в Плесе. Особое внимание будет привлечено к архиву Тарковского. Сейчас материалы оцифровывают, все звуковые записи уже готовы, дело за документами. В Департаменте культуры надеются, что ежеквартально будет организована новая экспозиция с эксклюзивными материалами архива. Открытие первой запланировано на конец января. В это время в регион приедет сестра Андрея Тарковского-Марина. Архив будет доступен и в Юрьевце, и в областном центре, и даже отдельные выставки мы будем ввозить в наши муниципальные образования. Потому что мы прекрасно понимаем, что архив необходимо изучать. Пристальное внимание будет обращено и к юбиляру этого года, музею Бурылина. Мероприятия, посвященные столетней годовщине, начнутся 16 февраля, в день рождения Дмитрия Геннадьевича. В течение всего года музейщики будут заманивать ивановцев выставками. Новинок хватит на каждый месяц. Будет большая выставка в июне 2013 года, посвященная Первой мировой войне. Оказалось, что в коллекциях нашего музея содержится большое количество материалов, плакатов, открыток. Открытие мемориального кабинета Дмитрия Геннадьевича Бурылина. Его проект мы сейчас готовим. Скоро, ближайшие 2-3 недели мы сможем его увидеть на сайте нашего музея. И открытие второй очереди библиотеки Дмитрия Геннадьевича Бурылина, где будут показаны известные российские журналы 18-19 столетий. Разговор о культуре не мог обойти и темы насущные. Одна из них – заработные платы сотрудников сферы. По данным Светланы Шмелевой, наибольшие зарплаты сейчас получают сотрудники образовательных учреждений культуры. Куют кадры и получают соответствующие. Средняя зарплата – 20-22 тысячи рублей. На повышение заработной платы работникам культуры у нас предусмотрено 144 миллиона из областного бюджета. И если сравнить заработные платы, например, 3-4 года назад и заработную плату 2013 года, она, конечно, уже выросла. По крайней мере, на 60% по итогам прошлого года уже был увеличен бюджет на финансирование именно заработной платы. Богат будет год и на открытие музеев. В ближайшее время откроется музей топора в Ивановском районе. А ближе к лету желающие смогут посетить экспозицию «Пугало-огородное» в Юже.